И снова здравствуйте! На календаре понедельник, а значит пришло время показать вам еще две работы наших юных участников. Напомню, задачей ребят был небольшой рассказ об актуальных городских проблемах. Вот ролик Елизаветы Галатенко и Светланы Мартюшевой из команды Андрея Фадеева. Мы сейчас находимся во дворе дома на Ленина 62, где главной проблемой стала парковка для машин. Так как машины паркуются прямо на дороге, соответственно в случае чего пожарные или скорая не смогут между ними проехать. Также люди ставят свои машины прямо на детских площадках, что угрожает безопасности детей и самих авто. Как вы считаете, нужна ли вам специализированная парковка? Почему? Да, я считаю, что нам нужна парковка специализированная, обязательно. В зимнее время, например, сложно бывает приехать в скорой помощи. Однажды у нас был пожар, например, зимой, и тоже все было заставлено, естественно. А что касается детских площадок, так я вообще молчу. Старые радуги, лавочки, импровизированные качели. К сожалению, в большинстве районов нашего города аналогичные ситуации и даже хуже. Как вы могли заметить, что выезда из двора нет. Как считают Ирина и другие жильцы, парковка и детская площадка здесь просто необходима. В целях безопасности детей и в экстренных случаях. Мы просим местных властей. Обратите внимание на эту проблему. И помочь жителям нашего города. Лиза Галатенко. Света Мартишева. Новая смена за безопасный город. Занимательный сюжет. Интересно, что в своей работе девочки раскрыли не одну проблему, а сразу две. Это здорово. Поэтому они получают еще один плюсик. А что же подготовили Анна Лоскутова и Сергей Антонович из команды Евгении Кокшаровой, узнаем прямо сейчас. Такая погода хорошая. Хотя бы покататься нормально можно. Это да. Упс, а вот и живые препятствия. Слушай, давай просто с ветерком прокатимся. Сами разойдутся. Ты что? А если вряешься в кого-нибудь? Сама покалечишься и других покалечишь. Ну и что тогда делать? Ищем велодорожки. Ищем велодорожки. Нашла! И это все? Фу, еле угнался. Ну и смысл мы тогда объезжали весь город, когда нашли только одну велодорожку и то короткую. Кстати, не все. Поехали-ка в Новожилово? Да? Ну поехали. Большие ровные километровые трассы, прекрасная природа и, конечно, большой выбор проката. Гироскутеры, ролики, велосипеды и даже мячики можно получить по доступной цене. Поезжайте и отдыхайте. Ну куда ты летишь? Ну куда ты летишь? Осторожнее! Ух, думаю, за кадром вы прокатились с ветерком. Ну, по крайней мере, никого не покалечили, уже плюс. Теперь березняковская молодежь точно знает, где стоит кататься, а где не следует. Большой респект вам! Так чей же материал справедливые наставники признают лучшим? Узнаем завтра в очередном выпуске «Битвы молодых журналистов». Подключайтесь! Ну, как говорится, пост сдали. Александр Иванов и Дмитрий Воронушкин. Новости Верхнекамья.